Здравствуйте, уважаемые зрители! В прямом эфире Союз Онлайн, студия Дмитрий Шакуров. В эти минуты мы ожидаем прямого включения из Москвы, где проходит презентация первых двух томов десятитомного собрания трудов равноапостольного Николая Японского. Просветитель страны восходящего солнца, миссионер конца 19-го, начала 20-го веков, святой Николай верой и христовой любовью обращал японцев от языческих заблуждений ко спасению. В процессе миссионерской деятельности он перевел на японский язык священное писание, другие богослужебные книги, создал духовную семинарию, начальные школы для девочек и мальчиков, библиотеку, приют и другие учреждения. Он издавал православный журнал «Церковный вестник» на японском языке. Во время русско-японской войны, оставаясь в Японии, владыка Николай явил поистине евангельскую мудрость. Он не принимал участия в общественных богослужениях, в кахфоде которых японские христиане, по его же благословению, молились о победе своей страны. А сам Келейна молился о победе России. Рассказ об этом святом и о посвященном ему издании продолжит наш московский корреспондент Галина Ледвина. Галина, добрый день. Добрый день, Дмитрий. Галина, скажите, удалось ли вам подержать в руках, полистать книги, которые презентуются сегодня, насколько они объемны и ваши впечатления? Да, Дмитрий, удалось. Новую книгу всегда очень приятно держать в руках. Вот так выглядят первые два тома. Шрифт, удобный для чтения, высокое качество полиграфии. Книга содержит много фотографий, а также карты миссионерских путешествий равнопостольного Николая Японского. Еще хотелось бы мне отметить, что выйдет всего 10 томов, и такая серьезная работа началась не случайно. 2020 год – это время двух юбилеев, 150 лет основания русской духовной миссии в Японии и 50 лет канонизации ее основателя, святителя равнопостольного Николая Японского. Еще стоит отметить, что обращение к материалам о жизни и деятельности святителя – это возможность прикоснуться к богатому внутреннему миру святого человека. Именно так на одной из презентаций сказал митрополит Волоколамский Илларион, который возглавляет попечительский совет этого проекта. Как я уже сказала, будет 10 томов. Вот главное в книге, конечно, содержание, и вот эти первые два тома содержат официальную переписку известного миссионера и присвятителя. Дмитрий? Да, спасибо, Галина. Еще один вопрос. Как долго готовились к выходу в свет эти первые два тома, и какое время займет работа над последующими частями проекта? Да, Дмитрий, конечно, я могла бы об этом рассказать, но сделают это лучше те, кто имеют непосредственное отношение к этому проекту. Вот поскольку презентация первых двух книг проходит вот ровно в эти минуты, и уделить время нам никто сейчас не сможет. Все слушают митрополита Волоколамского Илариона, поскольку он также принимает участие в этой презентации, возглавляет ее. Мы пообщались перед этим мероприятием с ректором Николой Угрешской семинарией и игуменом Иоанном. И сейчас мы предлагаем послушать наш разговор. Отец Иоанн, научно-исследовательская работа по изданию полных письменных трудов святителя Николая Японского осуществляет Николая Угрешская семинария. В связи с этим вам вопрос. Как долго велась работа по подготовке первых двух томов вот этого издания, которое очень красиво выглядит, и мы верим, что и по содержанию оно очень насыщенное будет? — Ну, к теме почитания равнополства Николая Японского и изучения его наследия мы обратились достаточно давно. В 2013 году мне довелось побывать с рабочим визитом в Петербурге в Российском государственном историческом архиве, где, собственно, хранится основная часть письменного наследия равнополства Николая, прежде всего, его рукописи. Я был поражен, насколько обширно это наследие, насколько оно малоизучено. Оно практически неизвестно. Читатели, за исключением тех дневников, которые равнополства Николая создавал и которые сохранились, вот они были опубликованы несколько раз и в настоящий момент являются таким, сколько биографической редкостью. И вот возникла такая идея познакомить широкий круг общественности с этим замечательным наследием. Мы приступили не сразу, конечно, можно сказать, так, несколько этапов. И вот непосредственно труд по созданию этого проекта, по его реализации, он осуществляется нами в течение двух лет. Вот за два года мы, действительно, проработали концепцию этого издания. Оно предполагает, что оно будет десятитомным. Вот первые два тома, они как раз содержат в основном те материалы, которые хранятся в Российском государственном историческом архиве. И вот как долго шла подготовка для их издания? В течение двух лет мы формировали вот этот вот как раз материал, который вошел в состав этих двух томов, первых двух томов. Ну, в настоящий момент представляем внимание читателей, церковной общественности, научной общественности, то, что у нас получилось. Первые две книги содержат официальные письма. Какой период они охватывают и чем характеризовался этот период деятельности равнопостольного Николая Японского? Ну, первый документ, хранящийся, это архив Синода. Первый документ, который там есть, это 1861 год, короткий документ. И последний, 1912-й, за некоторое время до кончины, небольшое время до кончины, был написан равнопостным Николаем. Как я уже сказал, это все рукописи. В основном это все рукописи, то есть то, что было написано его рукой. Ну, и значительная часть этого наследия, она не публиковалась. То есть мы, наши задачи, мы вводим в научный оборот источники, которые ранее не публиковались. Таких документов много в этом издании. И в этом смысле оно имеет большую такую научную ценность, с одной стороны. С другой стороны, конечно же, все те, кто почитают равнопост Николая, а его подвиг и вот это наследие, о котором мы говорим, оно чрезвычайно востребовано сейчас в нашей среде, церковной среде. Личность эта вызывает массу интереса. И, конечно, независимо от того, что, в общем-то, издание научное, я думаю, что оно найдет широкий круг читателей, потому что все этим интересуются, этим вопросом. И там сами эти документы, хотя называется это официальная переписка, на самом деле роднопост Николай, он не всегда придерживается в своих письмах, которые он писал в Синод, в том числе митрополиту Санкт-Петербургскому и Сидору. Он не всегда придерживается такого официального стиля. То есть там много информации, очень важной, интересной. Вот, например, те отчеты, которые составляют основы этого собрания, отчеты, ежегодные отчеты, которые писал роднопост Николай и Синод, они написаны очень живым языком, очень интересные. Поэтому это событие значительное, и я думаю, оно будет оценено нашей православной общественностью, и книга эта найдет своего читателя. Вы сказали 10 томов. Когда увидит свет следующей части этого большого проекта? Ну вот надо сказать, что в этом году отмечается 150 лет со дня крещения первых японцев равнопостным Николаем в Японии. Значительная дата. Мы отмечали 31 мая в этом году. А в 2020 году отмечается 150 лет создания российской духовной миссии в Японии и 50 лет со дня прославления равнопостного Николая в леки святых православной церкви. Поэтому вот эти тома, ну, в более-менее полном объеме должны выйти, быть приручены к этой дате. То есть они будут выходить впоследствии. В настоящий момент мы готовим третий и четвертый том, который будет содержать письма частным лицам, труды научные, богословские, труды проповеди равнопостного Николая. Многие сохранились, соответственно, на японском языке. То есть это большой труд и переводческий тоже, в чем нам помогают наши японские братья православные. Поэтому на следующий год мы ожидаем обновления этого издания, появления новых томов. Ну и с Божьей помощью около 2020 года планируем завершить основной объем этого труда. Спасибо, Отец Иоанн, за то, что уделили нам время и ответили на наши вопросы. Благодарим вас за внимание, которое проявляется в нашем проекте. Галина, вы вновь с нами на связи. И я скажу нашим телезрителям, что мы общаемся на тему презентации двух томов 10-томного собрания трудов равнопостного Николая Японского. Галина, скажите, пожалуйста, где можно приобрести эти издания? Как нам стало известно, эти издания можно приобрести вот в эти дни в Москве, в книгах православной литературы, а также в магазинах Никола-Угрешской духовной семинарии. Спасибо, Галина. Но не знаю, сможете ли вы ответить на этот вопрос. Будут ли переведены эти издания на японский язык? Да, действительно, такая задача есть. Но, как сказал на презентации книги митрополит Волоколамский и Ларион, в полной мере пока осуществить эту задачу не удается. Будут частично переведены на японский язык некоторые содержательные страницы этих книг. Но, возможно, это ближайшая перспектива. Благодарю вас, Галина. Сегодня в Москве, уважаемые телезрители, сегодня в Москве презентуют первые два тома 10-томного собрания трудов равнопостального Николая Японского. В прямом эфире был «Союз онлайн». Благодарю вас за внимание. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова